Наконец-таки я могу сделать для вас обзор переиздания Stronghold, под названием Stronghold Definitive Edition. И тут у меня абсолютно те же самые прекрасные эмоции, которые я испытывал от недавнего Робокопа, потому что игру я не ждал, и вот нежданно-негаданно, как говорится, получил колоссальное удовольствие от игры. Я полностью прошел основную сюжетную кампанию, вот пруф, и прошел большую часть дополнительной кампании, но не всю, потому что все-таки у нас был еще выход игры под названием Last Train Home, и я немножко устал играть в стратегии целый месяц подряд, по 8 часов в день. Поэтому не обессудьте, но в этом переиздании слишком много контента, и поэтому я не смог охватить прямо абсолютно все в ней. В общем, давайте посмотрим, как разработчики погрузили нас обратно в детство и дали возможность вновь окунуться в прекрасное создание под названием Stronghold. Поехали! Забытие Stronghold, понятное дело, происходит в Средневековье. Феодала предали своего короля и убили нашего отца. И наша задача по итогу спасти королевство, вернуть короля на престол, и при этом победить четырех феодалов, которые зовут себя Крысой, Кабаном, Змеей и Волком. Собственно говоря, все это время мы будем находиться под руководством сэра и лорда, и наша задача как раз таки спасти наше королевство. Типичное, как говорится, Средневековье. Stronghold это стратегия в реальном времени, в основу которой положена идея строительства замка, оборона замка и также захват замка. И в целом все как раз таки будет крутиться вокруг этой самой идеи. Когда мы строим замок, мы должны будем обращать внимание на настроение народа, также на его продовольствие, и при этом нам нужно еще следить за различного рода ресурсами, в общем, как и в любой практически стратегии. Но здесь это сделано более лампово, что ли, благодаря анонсеру, который находится в правом нижнем углу. И если не будет еды, то не будет настроения, граждане будут покидать наше селение, и при этом мы понимаем, что если не будут граждан, то и не будет рабочих рук, которые будут работать на производствах. Если говорить про основную сюжету кампании, то как раз таки в рамках этой кампании нас шаг за шагом будут обучать всем азам игры Stronghold. Сначала все будет в дереве, и наша задача будет правильно обеспечивать продовольствием граждан. И все будет достаточно примитивно, то бишь нам нужно будет добывать древесину, и при этом добывать продовольствие при помощи примитивной охоты. Потом уже поступательными движениями мы уже будем открывать различного рода фермы, чтобы делать сыр или же производить хлеб. И при этом мы еще сможем добывать камень, чтобы мы могли строить более усиленные укрепления. И уже под самый конец кампании мы уже сможем добывать железо, чтобы делать более мощных юнитов боевых. И также мы сможем добывать нефть, чтобы делать еще такие более изощренные ловушки, когда будут противники подходить к нашим стенам. Также мы потом сможем делать различного рода баллисты, или же при помощи тех же самых инженеров сможем делать катапульты и так далее. В общем, именно, знаете, все как раз таки будет крутиться вокруг идеи, чтобы мы придумали максимально неприступную крепость, и уже когда мы будем обороняться, мы будем наблюдать за плодами своих трудов. И это как раз таки и есть самое, наверное, приятное ощущение в игре, когда вот именно ты строишь, и по итогу никто не может взять твой замок штурмом. И ты придумываешь, где там какую башню расположить, где какую ловушечку сделать, где какой род поиск расположить так, чтобы вы добились максимальной эффективности в плане обороны замка. А вот что касается захвата замка, то в рамках сюжетной кампании 15, 18 и 21 миссия будет сниться вам еще долго. Потому что это будет практически неприступные крепости, и мы должны будем, знаете, как такую загадку решать, чтобы понять, как по итогу мы должны будем захватывать этот самый замок. Ну, конкретно в трех миссиях три разных замка, точнее, два замка, потому что 15, 18 миссия это будет штурм одного и того же замка. И вот, честно скажу, знаете, вы получаете огромное удовольствие, когда ты по итогу понимаешь, что вот, казалось бы, у тебя огромная армия, и если ты просто тупо пойдешь штурмом на стены, то буквально за одну минуту у тебя этой армии не будет. И вот ты начинаешь думать, как по итогу что делать, какие войска отправить, чтобы они закопали этот самый ров, потом как отправить землекопов, чтобы они подорвали стены, потом ты понимаешь, куда надо там арбалетчиков, луччиков развестить таким образом, чтобы они были максимально эффективными, а на 21 миссии вы еще будете использовать инженеров, катапульты, и будете вот располагать войска таким образом, чтобы как раз-таки шаг за шагом взламывать эту головоломку. И когда ты по итогу уже взламываешь весь этот замок, всю эту оборону, ты получаешь хорошую, знаете, такую порцию хорошего настроения, потому что это реально интересно, шаг за шагом, вот, знаете, как математическую задачку решать, чтобы по итогу у тебя получился крутой ответ, который ты и хотел изначально. Если говорить про общее количество контента в игре, то, как я и говорил в самом начале, его тут очень много, и помимо 21 заданий основной сюжетной кампании. Тут, как я понял, еще добавили по 7 заданий, две главы, еще дополнительные кампании. При этом тут еще есть экономические кампании, боевые кампании, мультиплеер и тропа замков. Я, честно скажу, в мультиплеер не лез, потому что я и в синглплеере не всегда хорошо справлялся, а тут еще и мультиплеер, мне как-то немножко стыдно идти играть. В общем, как вы уже поняли, в игре очень много контента, и это прекрасно. Все-таки есть что-то прекрасное и душевное в старых играх, и если говорить про то, как вот именно здесь обошлись с классикой, я скажу, что на мой взгляд сделали все хорошо, и, ну, опять же-таки повторюсь, на мой взгляд, я не считаю то, что даже оригинальный Странхол был уж какой-то совсем некрасивой игрой даже на данный момент, но сейчас немножечко сделали лучше текстурки, что-то подрисовали, что-то сделали более опрятно, и по итогу все получилось на достойном уровне. И я даже скажу так, что вот в рамках вот актуального железа все выглядит прям хорошо. Что касается багов, лагов, то у меня вообще никаких проблем не было. В плане музыкального сопровождения это просто мед для ушей, потому что здесь прям грамотно подобрана музыка под такое, знаете, средневековье, и она тебя полностью обволакивает и погружает в атмосферу игры. Из огромнейшего плюса, конечно же, полная русская локализация, и если для основной сюжетной кампании они использовали озвучку оригинальную, которую вот тогда еще делали, то даже для дополнительной кампании они не поленились и все равно нашли актеров озвучания, чтобы вот все-таки по итогу вот недостающие реплики они доозвучивали. И это тоже огромный респект разработчикам за это. Сюжет, понятное дело, не блещет какими-то острыми перипетиями или же какими-то событиями, которыми вот вы скажете, вау, как это такое, что здесь только что сейчас произошло. Все вполне себе читаемо, но тем не менее, все равно прикольно наблюдать за диалогами главных этих антагонистов между змеей, кабаном, волком, все вот эти, знаете, их разборки. Это озвучка очень прикольно сделанная. И даже в самом конце, когда вот вы все-таки вот находите этого самого главного злодея, который по итогу и убил вашего отца, и вы ему мстите, там даже катсцена какая-то есть, и это все выглядит, знаете. Ну, можно сказать, что немножко по-детски, но тем не менее, все равно видно, что даже вот на тот момент разработчики очень сильно вкладывали с душой в этот самый проект. И я могу сказать так, что я получил все равно свое, хоть и небольшое, но удовольствие в плане наблюдения здешнего сюжета. За 550 рублей я считаю, что это просто восхитительная игра, и за такие, казалось бы, на данный момент небольшие деньги вы получаете просто море контента. Ну, как минимум на 100 часов у вас уж точно эта игра затянет. И если вы любитель классики, и если вы в свое время очень любили эту игру, то я считаю, что вы смело можете потратить такого рода небольшую сумму, чтобы вот вернуться обратно в детство и насладиться игрой. От меня 10 баллов из 10, я получил колоссальное удовольствие, и всем рекомендую пойти и попробовать поиграть в такого рода стратежки. Будем надеяться, что еще какие-нибудь классные части из серии Странхолда, они вот, ну, если не подобным образом за ремастерят, то, как минимум, сделают на уровне. А на этом, дорогие друзья, все. Всем большое спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать свои комментарии. Мы на все отвечаем. И помните, удачи, удачи, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok